Это длина от времени открытой лекции наших прекрасных партнеров, коллег из других городов России, из-за того, каждый месяц лет. Поэтому сегодня мы пригласили двух спикеров, которых скорее можно отнести к Москве, хотя они работают по всему миру, я не покручу твое слово. Компания Habitatum, Вадим Смахтин и Эдуард Хайл, они немножко больше скажут себе сами, но мне кажется, что Habitatum говорит, собственно, за них, и имена ребят тоже достаточно известны. И мы сегодня хотели как раз говорить об области Habitatum и о тех проектах, которые реализуют компании. И вот мы сейчас в кулуарах пообщались о том, что, может, совместно попробуем соединить академию и, собственно, коммерческие компании, ждание будущего. И еще два слова для тех, кто может быть как-то интересуются делами института дизайна и индустрики. В нашем институте реализуются влияние индустрики программы, и на них сейчас идет набор. Одна связана с технологиями нарунного города, вторая связана с преподавательной баллистикой и городской информатикой. Что, вопрос? Александр Евгеньевич, у них уже вроде как сейчас три после реорганизации. Да, точно, спасибо, мне напоминать, что у этой реорганизации у нас есть еще одна программа, которая связана с технологиями электронного правительства, чем мы тоже очень радимся. В общем, все такое центровое, электронное, потому что видно, все про бомбанистику, потому что институт дизайна и баллистики. В общем, если кто-то заинтересован, смотрится на нашем сайте, есть описание этих программ, и, собственно, открыты возможности для поступления, и скоро будут вступить на экзамены. Ну, и, правда, того институт занимается исследованиями в сфере бомбанистики и прикладными проектами, в частности, нашей лабораторией за антидизайн проектами по общественным пространствам. Так что, если будут вопросы, можно будет задать в конце. В целом, ребятам по темы, в целом, по вопросам, если они у вас останутся. Я, кстати, не могу сказать, что я, к сожалению, должна убежать, но наша лаборатория останется Марина. Марина, 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 Марина по вашей рукой, Марина Зигрова. И вы, естественно, наши прекрасные спецы. Так что, я передаю слово, и все по-другому. Спасибо. Спасибо. Ну, раз. Нет? А, да. Мы же тоже готовы. Если мы так можем... Я слышала? Мне кажется. Я слышала. Да? Загрузиться. А, я... По-моему, нам лучше все другие. А, супер. Он выгляделся. Спасибо большое. Да. Потому что мы хотели бы 50 видео. Кул. Меня зовут Владислав Акцин. Я CTO и партнер компании Кобидатум. Это Эдуард Хайман, дизайн-директор, CTO и партнер компании Кобидатум. Вот. Мы с самого начала, когда он был в основном, с 2014 года, по-моему. Вот. И занимаемся тем, что развиваем всякие продукты внутри Кобидатума. То есть мы не прямо занимаемся исследованиями, а скорее развиваем различные поддерживающие продукты, которые позволяют Кобидатуму быть не как бы компанией с сервисом, то есть компанией, которая оказывает в них аналитические услуги, а компанией конструктовой. То есть компанией, которая представляет внутрь каких-то продуктов. Вот о этих продуктах мы сегодня поговорим. И попробуем поговорить про то, как, на самом деле, нам кажется, стоит изменить подход к городской информатике, и как мы можем проектировать городское пространство через информацию. Нас часто спрашивают, можем ли мы предсказывать последствия, можем ли мы видеть будущее. Что будет, если мы можем построить торговый центр, например, в этой точке, и как при том, когда мы построим торговые центры в этой точке, изменить какие-то показатели или индикаторы. Раньше мы, так как мы не виноват сам понимали, на самом деле, эту проблему, именно с точки зрения математики и триньёров, мы уходили от этого вопроса. Но сейчас мы начали глубже погружаться именно в предсказательную аналитику. И сегодня вся наша лекция, наверное, в первый раз, будет посвящена предсказательной аналитике и тому пакету новых сервисов, которые мы с сентября планируем представить рынку и которые всем будут посвящены как раз предсказательной системе. Вообще надо сказать, что когда мы говорим про город, то на самом деле наше движение к тому, чтобы вообще начать разбираться в городе, проходит через такие странные этапы. Сначала это всё можно упикнуть в некое странное предложение. Сначала мы упрощаем сложно, потом его снова усложняем, потом его снова упрощаем. И мы через все эти этапы проходим, сейчас находимся на последнем этапе. Как это работает? На самом деле, если брать, понять, что когда мы говорим о городе, это некая сложная, очень сложная система, нечто с такой сложной, что его осознать тяжело. Естественно, если вы занимаетесь городской аналитикой, то вы с этим сталкиваетесь, полностью оставить такую странную сложную вещь, как город невозможно сразу. И поэтому для того, чтобы её начать каким-то образом осознавать, нужно её каким-то образом индексировать, в первую очередь. И для этого мы начали создать метки. Метки в нашей методологии, идеологии, это не просто такие цены, которые можно из города извлечь, и мы об этом ещё поговорим, а это уже некоторый экстракт смысла, это некоторые индексы, которые говорят о каких-то конкретных вещах. Экономический индекс города, или, например, какой-то транспортный индекс, проходимость, или экономическая емкость места, или что-то ещё. Сейчас дай деборю, потом вернёмся к этому вопросу. Но, опять же, есть проблема такая, что когда вы начинаете индекс сделать, вы теперь в город можете писать сначала десятых индексов, потом сотни индексов, потом тысячи индексов, начинаете снова опять разбираться в этой инексов. Опять же, их так становится много, что вы, как анализ, даже выбрать их тяжело, вам их очень тяжело выбирать, и там у нас всё будет просматривать тяжело, тем более, что, о чём мы будем говорить немного дальше, мы будем говорить про пространство-времень, здесь абсолютно непонятно, сложно. Но сейчас, значит, мы находимся на этапе, когда мы разрабатываем сервис, который позволяет вам уже в этой сложности данных находить некий аномальный хайлайт, подсвечивать то, что уже подсказывает аналитику, где смотреть, в чём надо разобраться в деталях. И нам кажется, что, собственно, путь может, возможно, и там предстоит ещё какие-то несколько пути, но, по крайней мере, вот мы сейчас направление очень смотрим, и пытаемся как раз обзаботать эту систему. Давайте вопрос искать. Да, просто вот сходу, где вы берёте данные? Это будет продолжать? Да, давайте... Мне просто сразу интересно, это open data или... Давайте сразу, если интересно, давайте забегать вперёд. Отлично, хороший вопрос. Он будет в будущем. Есть? Ну, кроме... Ваши индексы, они параметрические? То есть вы сводите множество параметров в один или... Отлично, это вопрос. Всё будет продолжать. Как бы... Сейчас я вопрос, который вы задавите. Рок, сейчас проекцию про это. Держите себя в руках, думайте. Сейчас всё будет. Надеюсь, мы расскажем. Если не расскажем, в конце эти вопросы, может быть, перезадайтесь, и они не будут отвечать. Ну, начали мы, на самом деле, предъективное моделирование с... Достаточно давно, но есть вот проект, который мы делали за год, примерно полгода назад. То есть там была задача, что... Было выделено 4 района в Лондоне, и наша задача была предсказать, каким образом шоколизация четырёх районов скажется на экономической активности внутри этих четырёх районов. Вот. То есть... Мы сделали вот такую вот модель. Сейчас он начнет это заигрывать. Которая выглядит следующим образом. Мы взяли показатели социальных сетей, как прокси активности людей в этом районе. Взяли некий индекс коммерческого разнообразия. То есть у нас есть, например, этот коммерческий разнообразие считается очень просто. То есть это как бы количество разных типов бизнеса внутри этого района. Вот. И есть показатель некой абстрактной пешеходизации этого района, то есть, который мы издали. Сейчас я тебе подробно расскажу. Да. В пешеходизации считалось право, но я знаю, что есть районы, в которых есть отношение пешеходных путей, и к основным путям. В общем-то, этот индекс как раз и реализуется. Ну да. И все, что мы сделали, мы построили такой аналитический интерфейс, в котором у нас есть третий показатель. В нижнем углу вы их можете наблюдать. И также есть корреляционная призма, как мы ее называем, которая показывает корреляцию трех этих показателей между собой в трехмерном пространстве. Она вот так же слева у вас подложена. Вот. Вот, соответственно, аналитики внутри зайти на этот либерон пользовались интерфейсом, смотрели, как меняется в Индекс, как коррелируются все эти три показателя, и на основе этого принимали какие-то планировочные решения, которые были представлены на выставке, которая проходила гонками примерно четыре месяца назад. Она довольно долго шла. Временные ряды или статика? Я не понимаю, что статика. Вы берете временный ряд для оценки и построения. Если модель предиктима, то... Это вопрос не предиктимности модели, сейчас я объясню. В смысле, это вообще модель, которая позволяет оценить... Смотрите, как раз мы все подбираемся к основной теме. Это модель, которая позволяет оценить насколько районы, которые мы хотим сделать пешеходными, насколько они условно готовы быть пешеходными. Но это просто очень важно. Что если, да? Это просто условие. И... 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 Здесь как раз в этом интересе заключалось в том, что, вы знаете, когда вы построили все эти индексы, оказалось, что эти районы... То есть, там был основной страх, что когда эти районы... В смысле, в смысле, проверялось, что когда эти районы, если сделать с пешеходными, насколько они могут деградировать и переэкономить, то есть, там, собственно, изменится внутренней планированной структурой экономические отношения, и, соответственно, эти поставки могут деградировать. Но, на самом деле, оказалось, что относительно всех этих трех параметров эти районы уже готовы к пешеходизации, потому что они относятся именно в... Относятся к тем районам, которые уже нормально существуют. То есть, у вас был эталон? Да. По всему городу рассматривались... То есть, у нас были эталоны места, где мы знаем, что там уже примерно уже хорошо работает. То есть, там были какие-то места, которые оценились. Плюс, есть аналитическая выставлять должность, что является, в данном случае, аналитики, чтобы долго разбирать собственно, что является хорошо или плохо для района, который экономичный, для района, который может быть... Еще вопрос. Насколько детально вы разбирали параметры среды этого района? Нет, не детально. То есть, вообще, вся идея городской аналитики такой машины в том, чтобы редусировать пространство и выведение внутри пространства до метров. И, соответственно, мы редусировали до трех, и нам показалось, что эти три метрики являются обоснованными для этой исходимости. А? Мы не считали, я не могу ответить на вопрос, я не считал, я не считал, я не могу ответить на вопрос. Я хочу послушать лекцию, и давайте большой, хороший блок с вопросами сделаем в концерт, тем более, нас мало, и могут забывать вопросы все. Да, я думал, что мы сейчас прогоним, и потом какие-то вопросы. Терратив сформировался, и до конца дошел какой-то клоин, а потом уже будем обсуждать. То есть, если мы говорим сейчас про корреляцию между параметрами, и так как я одни считал эту модель, я на это не отвечу. Также я не отвечу, то есть, была ли там какая-то прямая корреляция между этими трех параметрами, или нет. Соответственно, что вам говорят, могли бы мы их анализировать, потому что, на самом деле, у нас была высокая корреляция между, например, уровнем дезиденциализации и уровнем социальной активности, что строить по ним эту трехкорстную модель не имеет смысла. Но по ней видно, что, на самом деле, там нет абсолютно корреляции. И то, что мы сейчас пытаемся сделать внутри, в капитатуме, это попробовать уйти от регрессионных моделей для предсказательной аналитики в сторону некого стандартного очень единого глубинного машинного обучения. И сегодня на лекции мы пытаемся показать, почему нам кажется, что будущее городской аналитики именно в нейронах, и почему нам кажется, что мы сейчас как раз находимся на том этапе, когда использование нейронов для аналитики это не попытка заменить регрессионные модели, а скорее естественный шаг, потому что сама структура информации намекает на то, что нейронные сети будут гораздо эффективнее для обсчета городской статистики. А для тех, кто не знает, чем они отличаются, то есть если мы берем базовую статистическую линейную регрессию какую-нибудь, то это всегда просто некая зависимость функции от x. То есть у нас есть некий набор параметров, но они все складываются в итоге в некий результивирующий показатель y. То есть когда мы смотрим, например, наш предыдущий график, это в целом была некая регрессионная модель, то есть когда у нас есть показатель параметра x, и от него зависит параметр y. Когда мы переходим по анализу через в нейронной сети все работает несколько сложнее. То есть у нас есть похожая система, то есть есть некие признаки, которые наш органик пытается уловить из данных, и на основе этих признаков мы можем предсказывать, условно говоря, во-первых, можем распознавать кластеры этих признаков, то есть, например, если на картинке есть признак A, признак B, признак C, то это, например, жилой район с высоким показателем экономической активности. Но также самое интересное, что мы можем улавливать креации между признаками, то есть мы можем находить то, как отсутствие одного признака влияет на присутствие другого. Или, например, мы можем предсказывать, как, убирая некие слои в нашей системе, то есть, когда мы редуцируем городскую систему до четырех слоев, например, это у нас есть показатель банковской активности, показатель активности людей через мобильные сети, не знаю, показатель активности через социальные сети, плюс, если какая-то жилая застройка, когда мы удаляем часть одного слоя, то есть, например, мы стираем жилую застройку, можем ли мы предсказать через оставшиеся три параметра. И вот построили сейчас достаточно интересную систему для хранения данных, которая позволяет нам обучаться через обычные нейроны, которые работают с коцентами на городе, и дальше мы попробуем показать, что это все работает. На самом деле, что важно, почему вы сейчас рассказывали про разницу между платами, потому что мы к этому пришли именно к неким эволюционным способам, потому что мы, в общем-то, начали для работы мы как компания, она заразалась на основной идее, что она себя рассматривает в город, не с точки зрения пространства, как это обычно делается, а с точки зрения пространства, и здесь появилось дикое добавление сложности, и мы как раз сперлись в пределы этих стандартных статистических моделей. Как это вообще выглядит? Почему мы вообще пошли в эту сторону? Вот здесь, вы можете видеть на экране проект, это не проект, но, в общем, это данные перемещения фанатов во время Кубка Федерации в Санкт-Петербурге. Здесь видно, что в день матча они находились в городе, потом в какой-то момент собрались в одну точку, где находился стадион, и потом они снова рассыпались после матча. И вот эту картину очень тяжело уловить, если мы рассмотрим какие-то плоские карты, просто рассматривать какие-то отдельные слезы. И не здесь сразу насколько важно рассматривать город именно с точки зрения пространства времени одновременно. И, соответственно, мы взяли концепцию пространства временных близких Игерстранда, если кто-то с ней знаком. То есть Игерстранд это географ, который вел термин как раз пространство-временной географии и пространство-временную туизму. То есть его основная концепция была в том, что путешествие через пространство зависит от времени, когда мы присутствуем в пространстве и, соответственно, у нас есть некое впечатление от светлой улицы, Когда же мы идем по темной улице, мы испытываем страх. Соответственно, пройдя через одну и ту же точку пространства в разные периоды времени, мы получаем разные впечатления. И таким образом мы переходим к пространству временных признаков, в которых у нас есть геоизмерение, которым есть широта и долгода, и временное измерение. И, соответственно, наш путь, кстати, можно нарисовать на доске, что круто. Лучше так не делать. ОК, я понял. Но долг будет круто, конечно. Идем! Я понимаю, две доски работают, но... В общем, если мы вот так вот идем, то есть мы перемещаемся по карте, и постепенно поднимаемся вверх по времени. Представляете, что у меня здесь был маркер. И таким образом мы можем выстроить из перемещений этих самых объектов, то есть объект, так называемый мувер, он не обязательно к человеку, это может быть животное, может быть событие, может быть деньги. То есть это некое просто явление, которое перемещается в пространстве во времени. Мы можем выстроить из этих этих перемещений некую карту, которая называется пространственно-временной призмой или кубом. Но мы пошли дальше и насекли этот куб еще на кубы, которые называются пространственно-временными ячейками. Вот, пространственно-временная ячейка, это некий агрегат пространства и времени. То есть мы берем, например, ячейку в пространстве 100 на 100 метров, и говорим, что наша, ну, условно говоря, времена ячейка, то есть квант времени, равен, например, в 10 минутам или 15 минутам или час. Таким образом мы агрегируем все явления в пространстве и времени вот в тот же блок кубики. А паралитик? И из таких кубиков мы складываем некую матрицу. Проблема здесь в том, что эта матрица поначалу кажется неким внешним объектом для городской аналитики, но на самом деле эта матрица является прямым, значит, как бы, эта матрица может быть проецирована в две вещи. Она может быть проецирована в карту, то есть если мы убираем здесь, как бы, делаем это сечение по плоскости, то мы получаем просто карту, условно говоря, hitmap, то есть тепловую карту в какой-то конкретный период времени. Вот. В то же время, если мы, условно говоря, берем и выбираем какую-то точку пространства и начинаем просто уходить вниз по реактору, то мы получаем классический временной ряд. То есть у нас есть некая точка, в которой мы находимся, и мы можем видеть изменения данных внутри этой точки во времени. То есть получается стандартный линейный график. Тем самым мы получаем достаточно изящную историю, которая наконец-то объединяет временную аналитику через Type Series и геоаналитику, чего раньше не было. То есть мы теперь можем апеллировать в неком едином пространстве одновременно с данными, которые изменяются по времени и с данными, которые изменяются в геокардинатах. Тем самым строя некую единую аналитическую модель, благодаря этому всего. То есть если вы посмотрите, как работает в классических геоинфункционных системах, эта вся штука, то у нас есть просто вось времени, в котором мы видим, как рисовать шоу карты. То есть каждый раз переходим к разным картам. Здесь же мы можем встроить некие алгоритмы, которые мы дальше расскажем, которые работают внутри этой модели целиком. Тем самым мы можем, например, смотреть, как изменяются данные банковских транзакций на этой трехмерной карте. Более того, как эта карта является на самом деле обычной матрицей, мы можем делать различные компонентные математические операции. То есть, например, мы можем умножить одну такую матрицу в другую матрицу. И если одна матрица являлась банковскими транзакциями, а другая матрица являлась, к примеру, перемещениями людей, то мы можем увидеть популярные места, где люди тратят много денег, или места, где люди есть, но денег не тратят. То есть просто умножая, как бы, условно говоря, здесь у нас 10 рублей и 0 человек, то есть это место у нас пропадет, а здесь 100 рублей и 2 человека. Соответственно, это место будет гораздо ярче. И тем самым эта предпоследовательная штука визуализируется через обычную томографию. То есть вы, наверное, видели такие штуки, когда проходили сканирование колен или суставов. То есть у вас есть такая большая матрица, через которую летят лучи, которые вылетают из нашего экрана, и где эти лучи пересекают эту матрицу, мы видим какую-то точку. Соответственно, вся эта штука позволяет нам, на самом деле, что очень важно, всегда заглянуть внутрь этой матрицы, которую мы построили визуализационно, и тем самым увидеть какие-то места, которые находятся в центре нее. Также мы можем очень быстро фильтровать значения, то есть убирать самые яркие значения или, наоборот, убирать высокие значения обычным треш-холдом. Еще самое классное в этой системе, что каждая отдельная карта здесь – это просто картинка. Соответственно, мы можем применять различные методологии работы с картинками. То есть, например, мы можем ее подблюривать, мы можем ее инвертировать, и дальше мы покажем, как это уже работает с машинным обучением. Дополнительная история, которая приобретается здесь, именно в этой всей адресовой системе матрицы, это приватность. То есть, на самом деле, современный анализ именно городских данных, он напрямую всегда связан с ощущением личного пространства именно информационного человека, которого мы исследуем. И так как мы анализируем поведение групп людей, то нам кажется, что современные анализические системы не могут таргетировать отдельных людей. И так или иначе, если вы будете работать с данными, которые предоставляют мобильные операторы и банковские операторы, то эти данные всегда будут агрегированы. То есть, данные, которые всегда будут говорить вам, что в этом месте и в это время было, например, 10 человек, а здесь 15. Более того, многие банковские операторы также делают показатели данных относительными. То есть, вы никогда не знаете абсолютно средний чек, вы знаете, что в этом месте тратится весь день больше, а в другом меньше. Соответственно, когда мы агрегируем все данные в эту пространство-бремедную матрицу, то мы автоматически уходим от индивидуала, уходим от некой единой личности и работаем всегда с агрегированным пространством. И это пространство, оно посечено на вполне понятную и естественную сетку. И чтобы проиллюстрировать все в виде того, как эти пространство-бременные данные в России вообще можно работать и как эта пространство-бременная матрица позволяет нам быстрее находить аналитические решения, мы сделали продукт, который называется ChronoTock. Он открытый, его можно посмотреть, зайдя на сайт ChronoTock.io, там есть регистрация. Он бесплатный первый месяц, потом он стоит 30 долларов в месяц. Туда можно загружать свои табличные данные в формате СССР сейчас. То есть после того, как вы их загружаете, вы увидите такой пространство-бременной куб из ваших данных. Более того, если вы не планируете загружать туда данные, вы можете просто посмотреть на примерах Москвы, Нью-Йорка, Лондона и там, по-моему, еще какие-то города есть, как выглядят данные по этим городам. То есть мы туда загрузили какие-то мобильные данные, например, там есть в Москве данные вилай, если не ошибаюсь, а по Лондону тоже есть какие-то данные мобильных сетей. То есть мы можем посмотреть, как это все выглядит и попробовать здесь со всеми проработать. Если мы возвращаемся к некой какой-то основе, пытаемся разобраться, как мы хотим, как мы хотим прогнозировать то, что может происходить с местом. Мы должны сначала понять, что для нас это самое место. Если мы возьмем какое-то место в городе, то у него, естественно, есть, мы можем узнать какие-то про него метрики, о которых я уже говорил ранее. У него метрики может быть и одна, и две, и сотни. Ну и так иначе, от нас зависит от того, какие метрики могут описывать эти места. Выбор этих метрик зависит от тех задач, которые мы пытаемся реализовать. Естественно, для решения своей задачи нужно выбирать свои метрики. Например, когда вы решаете эту задачу экономическую, вы больше можете ориентироваться на какие-то экономические предатели. Если мы говорим про какие-то планировочные вещи, то мы должны сказать, что это место не имеет смысла, если мы не осмотрим это место в контексте. И для нас очень важно то, насколько, какие на самом деле индексы мы видим от этих метрик, во всех ячейках вокруг, собственно. Потому что мы понимаем, что внешняя информация влияет на то, как у вас живет место, которое мы рассматриваем в каждом момент времени. Плюс, каждое место еще и развивается. У нее есть некие суточные ритмы, у нее есть сезонные ритмы, и без них, как мы уже говорили, невозможно рассмотреть. То есть для каждого отдельного момента времени у нас будет меняться для данного места. И это невозможно выкинуть из модели. в нашем месте. И мы можем таким образом оценить, насколько у нас место недоиспользованность. Насколько здесь, в этом месте, нет тем видзе, которые необходимы этому месту, чтобы быть максимально комфортным. И здесь, если вы посмотрите на эту карту, то, собственно, показатель, который я сейчас рассказывал, он здесь показывает как раз эти районы. Цвет их отражает именно эмоциональную недоиспользованность. И он же потенциал, на самом деле. То есть все там, где темнее, это показатель говорит о том, что здесь место максимально недоиспользованность, что там есть некая возможность к тому, чтобы добавлять туда какие-то новые бизнесы определенного типа. А плюс, поверх нее есть еще карта с сеткой дорог, которая показывает проходимость территории. Это по алгоритму, мы использовали алгоритму специнтекс, который показывает, насколько то или иное место потенциально проходимо. Таким образом, на этих двух параметрах можно было выявить, насколько те или иные места уже, когда архитекторы делали планировочные решения свои, когда они считали свои показатели, когда они, собственно, делали саму архитектуру объемное решение, они учитывали и могли уже, ну, в смысле, это все показатели влиять на их решение. Ну и плюс, если я просто замечательно, что, например, можно было по данным сотового оператора, можно было, например, по активности, была очень интересная вещь замечена, что люди в этот, собственно, район, они пользуют пространство, постоянно просто пользуют пространство для обыденных каких-то вещей и работ, но они ездят за дополнительными функциями постоянно в центр города, что является как бы неправильно, потому что, в общем-то, это довольно далекое пространство, и если бы можно было создать ядро в этом районе, а функция у кого есть, потому что там, собственно, недоспользованные места есть, то можно было обеспечить, могло появиться альтернативное ядро, и таким образом можно было перераспределить людей, использовать пространство иным способом. Или, например, насколько вообще важно поведение в пространстве. То есть, на самом деле, когда мы говорим о том, что у нас существует город и он каким-то образом живет, на самом деле, очень важно, как он живет экономически, потому что, на самом деле, то, как мы проектируем город, с точки зрения всех этих дорог, как устроены наши хвактаты, улицы и все прочее, какая будет архитектура, это отражение некой определенной экономической деятельности. И мы сделали небольшое исследование для стадиона в Стэнфорд Бридж, и там был очень интересный момент, в общем, был вопрос, насколько влияет на экономику окружающей среды посещение матчей. И там была замечена забавная вещь, что когда в день матча, или даже не в день матча, во время матча в часах, приезжают фанаты, и вымываются несколько жителей из района, и бизнес очень сильно недоиспользует, то есть бизнес, который находится вокруг стадиона, они очень сильно недоиспользованы. Таким образом, получается, что, как контр-интуитивный вырос, связан с тем, что вроде как кажется, что наоборот приезжают к вам люди, и это хорошо, а на самом деле, когда они приезжают, то все остальные-то уезжают, и оказывается, что бизнес довольно сильно вредит. И это не решение, но по крайней мере некая аргументация, которая позволяет теперь понимать, как возможно нужно настроить время матча, или как нужно по-другому выстроить отношение людей, которые приезжают на матч, и зрители к этим бизнесам, как их перенаправить, чтобы все-таки они использовали эти пространства, или как их помирить между местными жителями. В общем, это все вопросы, на которые уже можно каким-то образом решать, как с точки зрения управления органским пространством, так и с точки зрения планировочного решения. И мы, собственно, возвращаясь уже к мыру про индексы, всякие связанные с экономическими преподателями, мы делали проект небольшое исследование, связанное с тем, что вычисляли некий индекс центральности в Москве. Собственно, центральности — это вот эти некие ядра, которые потенциально могли бы существовать в городе, где есть большая недоиспользованность, или есть дополнительный потенциал к использованию, которые уже существуют в некомиспользовании, которые можно развивать, чтобы превратить это в... Если какой-то бизнес окажется сам бизнес, то, соответственно, это место будет еще более идти по пути некого развития, и экономическая привлекательность становится еще больше. И из этого исследования вытекла некий регулярный сервис, который мы сейчас сделаем с компанией Мотор, который позволяет бизнесу найти точку, где он будет... найти точку, где лучше всего ему разместиться в городском пространстве. Мы создали модель, которая позволяет узнать, где тот или иной бизнес будет лучше всего размещен в городском пространстве. И это как конкретная экономическая модель, вытекающая, собственно, это понимание того, как работает центральность, и как работают бизнесы, когда они находятся друг с другом вместе. Собственно, все вот эти проекты, про которые город рассказывает, все они построены на нашей платформе, которая называется Chronodop, и построены на базе пространства временного анализа, пространства временной банкротики, которые я вам рассказываю. Соответственно, если говорить про то, какие типы данных мы можем туда загружать, и индексируют эти подобные прогнозы в их батрии, то это, в принципе, любые типы поведения людей. То есть, если мы говорим про банковскую активность, или про то, как они перемещаются, носят с собой телефоны. Также это места, то есть, например, это какие-то бизнесы или жесткая застройка, то, что называется городской жесткой застройкой. Также это некие процессы и постройки. То есть, на самом деле, у нас есть способ, чтобы загружать в эту просто заболевную матрицу именно перемещение, то есть, трек людей. Но так как, на самом деле, сильно рынок изменился с информацией, и вся информация сейчас обрегированная, то, к сожалению, этот анализ трек людей, как мы пять лет назад прописали, мне кажется, так он у нас и лежит. Соответственно, если там больше уходить в детали, с какими данными мы работаем, то это, еще раз, все те же самые крестловутые банковские данные на потребление. Это данные о мобильности горожан, которые мы чаще всего проксируем из потребления сотовой сети, то есть, где базовых станций сотовой сети скапливается больше людей или меньше людей. Также мы анализируем мнения, то есть, это СМИ и социальные сети. У нас есть официальные партнерства с Твиттером, например. Но, к сожалению, в социальные сети сейчас про что мы чаще творим, они не являются вепрезентативной выборкой, если там через пять, еще пять лет назад они были вепрезентативной выборкой, то сейчас все очень сильно смещено в сторону 30+, а школьники используют это в России, что оно там, в целом сном чат какой-нибудь, и все около него. В России с на чат не зашел, то есть, они просто смотрят в YouTube, то есть, не стали абсолютными консюмерами, и никакой информации они не имеют, к сожалению. Поэтому сотовые данные и данные из банка сети это не способ им будет возникновения. Вот. Также у нас есть данные о альтернативной вижимости, то есть, данные, например, из катастроевых источников. Вот. И, естественно, это окружающая среда, то есть, у нас, например, мы, например, портретимся с ребятами, которые делают индекс о загрязнении воздуха. Вот. Соответственно, мы там знаем каких районов воздух чище, каких-то погрязнее. Но я, собственно говоря, в это время, профессионально, мы супер верим, мы их используем. И, как бы, зачем нам все вообще это нужно? То есть, зачем нам нужно делать эти проекты по анализу информации и по анализу поведения в граффик среда? То есть, изначально, когда мы проектируем какой-то проект для города, мы всегда думаем о нем как о неком фиксированном объекте, у которого нет оси времени. То есть, мы его построили, какой-нибудь, например, рынок построили, жилой дом или холст, я не знаю, что-то. И вот, как бы, наша ответственность как проектировщиков, она ушла. У нас все еще присутствует некий показатель виртуального тестирования, то есть, когда мы пытаемся понять, а как же действительно повлияет этот объект на внешнюю среду, но он, чаще всего, не механизированный, это попытка архитекторов или городских планировщиков оценить с точки зрения каких-то ощущенческих парадигм больше, то как же это место, как же это построить, как оно повлияет на пространство. Вот. Мы же предлагаем некую парадигму, что мы можем протестировать внедрение объекта в следу и увидеть, каким образом данные изменятся. Но мы не просто механизируем сам процесс тестирования постэффектов от объекта, мы также, на самом деле, создаем то, что мы называли на английском lean planning, но на русском можно сказать поддерживающие проектирование или поддерживающие, я не знаю, разработка. То есть, когда мы на самом деле после этапа тестирования начинаем внедрять решения, но потом закольцовываем свою обратную петлю анализа. То есть, когда мы построили что-то, мы анализируем это что-то заново и собираем там вокруг него данные уже с нового этапа, потом заново строим из этого всего какие-то индикаторы, смотрим на индикаторы, заново тестируем какие-то изменения и внедряем физические изменения в объект. То есть, таким образом мы находимся в бесконечном цикле поддержки объекта. И этот цикл поддержки идет вплоть до его смерти. И на самом деле как только мы переходим в эту новую ментальную парадигму того, что мы думаем о смерти объектов, на самом деле и сама архитектура объектов, она меняется. То есть, мы перестаем воспринимать объекты как некие постоянные сущности, мы начинаем воспринимать их как сущности, которые мы можем переконфигурировать, как сущности, которые могут исчезнуть. мы начинаем думать как они исчезают, сколько будет стоить их переработка, сколько будет стоить их конверсий и так далее. И, например, мы делали проект для хитро, где пытались сделать обычное, собственно, про что все говорят, постоянное конфлинирование мест, но во времени тоже. То есть, мы разделили потребителей хитро на нескольких групп, там, словно говоря, местные туристы, там, я не знаю, люди, которые приходят хитро после получи, и пытались максимизировать использование неких функций хитро во времени. То есть, таким образом, увеличить плотность потребления пространства, но, например, не достраивая новое пространство. И таким образом, мы можем использовать текущие системы, например, генеративных нейронных сетей для того, чтобы предсказывать, каким образом изменится городская среда при изменении какого-то параметра на картинке. для нас, на самом деле, такая очень интересная область, потому что она убирает совершенно вот эту всю сложность города. То есть, когда мы начинаем думать, а что будет, как будут себя люди вести, если произойдет это, это и это, то мы, как бы, перестаём думать про это совершенно, и начинаем думать про город как набор выхлопов процессов. То есть, когда мы смотрим на город, как на какие-то такие следки того, что уже произошло. То есть, например, мы не думаем, как будут вести себя люди, если, например, мы поставим дом, мы не думаем об этом. Скорее, у нас уже есть карта того, как люди себя вели, и эта карта является прямым результатом того, как люди реагировали на текущую городскую застройку. и, соответственно, изменяя параметры и наращивая набор слоев, которые мы используем в этих картинках, на качестве мы можем предсказывать, что произойдет, если мы будем на одной картинке стирать дом, и как будет выглядеть, например, синий канал банковских транзакций. И параллельно с этим, чем мы сейчас занимаемся, это мы строим новую координатную систему, которая будет наконец-то адаптирована под агрегированные городские данные. То есть, как мы уже говорили, вся проблема анализа современных городских данных заключается в том, что они обязательно должны быть приватными, соответственно, они должны быть агрегированными. Но, когда мы работаем с агрегированными данными, у нас больше нет широты долгатой, к сожалению. Мы всегда работаем с квадратными. И мы решили взять стандарт, который изначально ввели по OpenStreamMaps, которым они сейчас постепенно заменяют свою систему геокатирования тайлов. То есть, если вы знаете, как устроены тайлы карты современных, то картинка, когда вы карту загружаете, она загружается квадратиками. То есть, на самом деле, когда вы грузите карту в браузере, у вас больше нету, лучше родных долгатый вам грузить, как квадратики. И, соответственно, OpenStreamMaps видит такую систему, в которой мы сечем весь мир на квадратики. А потом, каждый из квадратиков мы начинаем сечь еще на квадратики. И так пока на бесконечности вот такая, фрактальная система. У каждого квадратики есть индекс. И, таким образом, получается, мы можем использовать очень простую систему адресации, например, квадратик k, b, d, e, c, то есть, уходя по этим квадратикам, найти любую точку на Земле, на самом деле, именно в квадратик. И мы делаем то же самое для пространства временной системы. То есть, где-то с сентября матрица хронотопа это больше не будет системой, которая как так или иначе подвязана к геокардиатам совсем. Это будет система, которая работает в том, что мы называем геогрид. То есть, во-первых, большая сетка квадратов по всей Земле. И, соответственно, мы можем просто уходить в путь на самом деле не работает во времени. Времени для машин не существует. Машины работают в неких тактах. То есть, когда мы загрузили данные, обработали, вот у нас есть такт. То есть, когда говорят, что система работает в реальном времени, всегда, в любом случае, говорится о том, что квант времени, то есть, ширина вот этого такта, она очень маленькая, примерно в десятые секунды. Мы же в городах, нам такие, ну, кванты времени не нужны совсем. Мы работаем с часами, днями, месяцами, годами. Вот. И мы делаем подобную фрактальную систему, которая позволит нам сечь время на кванты, на вот эти сектора, и также в их булдерции. То есть, у нас будет некий дополнительный индекс, который будет позволять нам найти не просто квадрат в мире, а некий квадрат в мире и во времени. Вот. И это позволит нам делать очень простую вещь. Так как сейчас все дата-провайдеры предоставляют нам данные сельчатые, на самом деле, но все эти данные в разных сетках, мы наконец-то можем создать некую стандартизированную сетку, в которую мы загрузим наконец все данные всех провайдеров, и мы сможем погружать данные уже в виде методов, например, которые будут всегда в единой системе координат. Вот. Это звучит достаточно абстрактно, но нам кажется, что это очень большой корын в плане того, что не просто как мы храним данные, но как мы воспринимаем городскую среду и как мы воспринимаем пространство целиком. потому что, когда мы работаем с пространством современным, то, к сожалению, в нем больше нету границ каковых, нету линий, нету прямоугольников. Мы работаем в некой полевой системе, которой, построив дом, мы распространили его поле влияния вокруг, и это поле очень тяжело описывать его ритмически, потому что и мы не можем описать поле полилиний, какой-то, это очень тяжело для обсчета. То есть, мы должны хранить бесконечную гибкую полилинию и бесконечных конечных сегментов. И здесь, как бы, приходят на помощь классические вот эти вот пиксели. Потому что, с помощью пикселя, если услышали пиксели бесконечное количество, мы можем передать объект бесконечной гибкости. То же самое в 3D, если нельзя, наверное, никто не раз посмотрел, но где-то 7 лет назад, примерно, было огромное обсуждение относительно того, как должны эволюционировать движки для трехмерной графики для игр. То есть, сейчас там используется полигон для описания чего угодно. И основная идея была в том, что с помощью бесконечного количества полигонов можно описать объект бесконечной плевизны. Но это не так. Потому что там начинаются колоссальные затраты именно на производительность. И после этого появился Майнкрафт, который на самом деле классическая воксельная модель, но с очень большим бокселем просто. И, соответственно, на самом деле в играх vê정то это тоже происходит. Пространство начинает контироваться не полигонами а бокселями. Просто пока наши видеокарты, с которыми мы работаем, они не предназначены для обсчета бокселей. То есть, боксели конвертируются в полигон, и потом обсчитываются на видеокарте. Тоже самое и сейчас происходит с геодан đây на самом деле. И наши видеокарты, с помощью которых мы обсчитываем большие объемы информации, они предназначены, чтобы обрабатывать жёстко сегментированные сетки, текстуры, картинки. Но мы с данными работаем как с точками. Соответственно, как только мы перейдём в эту новую модель сетчатого анализа среды, то мы сможем использовать гораздо быстрые алгоритмы для анализа этих массивов данных. И более того, мы сможем использовать уже существующий аппарат глубинного машинного обучения, которые работают с текстурами, есть куча для тех, для работы с образованием, образованием, стандартной текстурой и так далее. Но для городских данных. И нам кажется, что эта штука вся с форматом данных, стандартизацией и наращиванием количества инструментария вокруг этого стандарта, чем, например, является наш коронодок аналитический, это то, чем сейчас супер важно заниматься. Спасибо. Да, у нас за хрена вопрос. Давайте сначала с другого. Давайте с другого. Во-первых, спасибо большое за мой глав. Во-вторых, я как-то заранее кредит, я не очень опоздал, поэтому, может быть, вы уже рассказывали, что очень беспокойно. Я сам анализирую данные и устрашиваю его банистику, но банистик я хожу. Я не работаю, соответственно, с данными банистиками, потому что я не очень понимаю, кто заказчик. И у меня как-то надо спросить, кто, собственно, заказывает у вас исследование, это первый вопрос. И второй, как вы думаете, а кто должен или кто будет и когда заказывать у вас исследование. Да, здесь есть несколько моментов. А, мы как раз войдем в этот канал. Мы изначально идем от бутика, который анализирует какие-то конкретные истории, все-таки в платформе, которая позволяет людям в вашу эфире каким-то образом общаться с собой с помощью медик и данных. И позволяет очень быстро как раз анализировать что-то. И мы собираем именно пакеты. И не так, что мы делаем анализ чего-то. А мы продаем платформу, которая позволяет вам заниматься внутри системы, которыми вы разрабатываете. Так вот. Но, если говорить про именно кто клиент, то есть несколько моментов. Здесь есть несколько дисципторов. Первый сектор большой. Это все, что касается архитектуры массового планирования. Все вещи связаны вообще с архитектурными планировочными решениями и подобными вещами. Есть направления, связанные с ритейлом и с бизнес-звелоком, который может проводиться на территории. Потому что вы сейчас по крупному бизнесу и всем крупным ритейл-компаниям. И также нужны все пространственные временные пространственные анализы. Мы показывали тот же проект с автором. Где вот конкретно люди могут воспользоваться решениями на базе наших методов. И потом это управление городами. Не управляющихся это не власти опланировали. А именно то, как городские власти могут управлять с этим отношением городской внутри города. И это всякого рода scoring для финансовых компаний, которым нужно понимать какие-то риски. Потому что тоже на самом деле компания, которая занимается финансовыми рисками, они тоже обрабатывают данные. Нужно понимать, например, если к ним пришел человек с другой стороны. То есть человек, который размещает бизнес в городском пространстве. То надо понимать, по какой процент ему давать деньги. То есть здесь несколько есть опластей, они все довольно небольшие. Для каждой из них мы разрабатываем собственные метрики, которые позволяют специальному анализировать конкретные данные в области. Ну и хочется верить на самом деле, что со временем это уже сейчас происходит, то у банистики как таковая дисциплина должна раствориться в тумане городских интеракций. То есть как бы в области, как мне кажется, именно с осуществления наших решений не должно существовать такой вот верхний уровень. То есть не должны быть там города или крупные заказчики, которые хотят каким-то образом улучшить жизнь горожан. То есть нам кажется, что инструменты, которые мы сейчас разрабатываем, то есть стандарты, рынки данных и так далее, они в целом должны быть необходимы практически любому бизнесу или горожанину, которые находятся в этой городской среде. Вопрос в том, как они их будут применять, но как их работают. То есть я на это не отвечаю себе, но платить будут те, кому необходимо извлекать прибыль из пространства. То есть, например, помимо всех вот этих стандартных кейсов про ритейл, про то, что, не знаю, девелоперу нужно застроить землю, и им нужно каким-то образом основать стоимость земли, есть куча интересных вещей, когда просто финансовый анализ может работать. К примеру, есть сейчас стартапы, которые занимаются тем, что берут пространство в субаренду, какие-нибудь публичные крыльки, кафе, и делают там каворкинги. Вот этот стартап такой новый тип бизнеса, который существует в ультраплотных средах, с жесткой городской застройкой, в которых невозможно построить новые дешевые пространства, нечего конвертировать, все фабрики уже давно сконвертированы, и получается, людям нужны дешевые места для работы. И ворк относительно дорогой, и есть там пространство для какой-то подрывной экономики, когда мы берем и те места, которые изначально не используются, к примеру, в ресторанах, которые люди уходят ужин всем, и начинаем использовать места для хаворкинга. То же самое может происходить со всеми другими областями бизнеса, которые нам кажется сейчас вполне устоявшимися, например, какие-то парковки, молы и так далее. То есть постепенно поведение, например, городской среды меняется, но интересно, что жесткая городская застройка не меняется. И мы не можем больше говорить про то, что вот там мы снесем все молы, снесем вот этот старый дом, вот этот старый дом, построим из города ЦАТО. К сожалению, больше не происходит, потому что сносит очень дорого, особенно в плотной застройке. Поэтому мы переходим в некую новую систему переиспользования, когда даже мы толком не меняем эту жесткую структуру, но меняем наши паттерны поведения внутри нее. И для этого, естественно, нужна какая-то аналитика, нужны данные и нужны пространственные временные данные. Это очень важно. Можно? Сейчас посмотрим, есть еще другие вопросы. У меня есть довольно много. Но это не говоримая, все лучше. Вы просто можете более подробно сказать, как вы приводите объективные данные от декоратора, к вашему геопериду, и если я поставить более специально, мы тогда используем геоперид, мы его использовали для того, чтобы не считать геоперид на огромных данных, на всех точках. А мы делали простейшие данные дерева, на самом деле, давайте честно. Для того, чтобы посчитать, то есть у нас в рецепте готова быть не больше 3 объектов. То есть когда 3 объекта в ячейке, мы сейчас закачиваем движение, и не закачиваем с тем образом. Но получается, когда мы получаем данные от операторов, у них идет уже просто адрегированная проплация, но мы не знаем, в какой консервисе на этой серии. То есть мы не будем, мы не это знаем, но она скорее будет. Ну да, у нас есть первый индексер, который я писал, он не был фрактальный, то есть он не бесконечно уменьшался. И там мы просто делали жесткую сегментацию пространства, соответственно, считали просто айди ячейки, в которую что-то попало, а потом считали бинкаунт по всему вот этой, по всей этой штуке, считали, условно говоря, сколько у нас в любых ячеек, во всем сетском первом, сетском первом, сетском втором, когда логовоста работает. Вот. Да, просто. Тут есть момент сейчас, именно с тем, что, очень важный момент здесь заключается в том, что оператор, в принципе, не имеет права отдавать опернам, они адрегированы данными, он, в смысле, не имеет права. Поэтому у него есть система абрегации, во-вторых, у них есть точность определенная. То есть, в принципе, данные, данные имеют какую-то точность, например, в центре города, где очень много высших, мы можем спуститься до определенного уровня точности, до 50 метров. Но, где-то в обычных районах, это будет метров 500. И это нормальность, что это, в общем-то, это сам оператор не может их улучшить посчитать, просто важно понимать, потому что у него тоже есть определенные ограничения, связанные с тем, что он не может другому отреагулировать. И, в общем-то, решает то же самое, задает он всех, он и освобождает, как минимум, от необходимости, а, думаю, что данные точные, данные всегда немножко не точные. Когда у нас есть даже, когда мы смотрим на локацию на нас, пространство, с телефона, мы тоже получаем информацию не нашу точно конкретно, а как где-то, по каким-то вероятности, мы вот находимся здесь. Во-вторых, наша задача, в частности, как люди, вы понимаете, как раз есть провайдера с потребителем, это создать необходимые API-системы, которые позволят, в общем-то, им легко это облигировать в ту сет, которая нам необходима, и дать этот пользователям, чтобы он воскликнулся. И самое важное, что сама по себе данные от одного оператора не так интересны, как, собственно, корреляции с другими данными. И вот этот грид, о котором Вадим говорил, это именно для того, чтобы иметь возможность создавать все корреляции. Я понимаю, что вы сами даете правила облигации, ну, да. Офигительно. И... И... Здесь, я знаю, важно понимать, что это довольно долгий процесс разговор с провайдером. Здесь ничего... Уточняющий. Насколько мне известно, операторы хранят свои данные в сотах. В известном плане времени. Но неправильно, да? Далее все. Все операции хранятся в сотах. Есть разные системы хранения, есть даже вероятности системы хранения, которые вот есть вероятность принадлежат 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 нагрузки на соты. И дальше есть алгоритм, который считает вероятность примыкания какого-то абонента к какой-то соте. А фактически? Фактически не понимаю. Ну, фактические данные что из себя представляют. То есть есть соты, есть момент времени, а в соте находится конечное количество абонентов. Я не умею вероятность такими терминами, то есть нам нужно все-таки прийти в более академическую языку. Когда существует момент времени, существует временной, по-моему, это временной штамп. То есть некая временная метка, которая характеризует время измерения. Да, есть время измерения, есть такой пункт времени, который операторы замеряют нагрузку на базовую сеть. Ну, там, например, пять минут, например, может быть, час. Соответственно, при этом пункте времени строится база данных, в которых есть точки, внутри которых есть нагрузка. Дальше, когда мы пытаемся... Это как-то сырые данные. Потом это все проходит часть деривативов. То есть, например, есть один из деривативов, когда мы берем эту таблицу и пытаемся построить на ней вероятность модель, используя, например, сетку дорог. По этой вероятности модели мы пытаемся, условно говоря, повысить разрешение этой сетки, потому что сетка получается достаточно широкая, когда мы берем просто базовую станцию. Мы пытаемся сделать более мелкодисперстную сетку, который, используя сетку дорог, мы с помощью вероятности модели пытаемся понять, сколько людей было действительно в этом районе через реангуляцию. Я детально не знаю, как это работает, потому что у нас, если у нас уже одного из провайдеров, с которыми мы работаем, у нас есть кружочное спино, которое выполняет эту работу. То есть у них, как в самом деле, весь алгоритм построен так, поставки данных, что у них есть сырые данные, потом есть партнеры, которые делают как раз под вероятность под реангуляцию, и мы уже эту вероятность под реангуляцию админируем наши сетки. Также, естественно, не всегда все эти данные админируются в стандартную нашу сетку. Бывает, что сетка у них есть, но она там съехала. Поэтому есть модель перевода сетки в сетку, когда мы, например, просто накладываем одну сетку на другую вот так, и смотрим, сколько ячейки туда попало. Это тоже вероятностная модель. Есть простой вариант, мы считаем площадь попадания. Также можно подбирать эту штуку, которая говорит, что сколько процентов попало из этой ячейки в эту ячейку. Также, если мы говорим про бесконечное увеличение разрешения сетки, то нам работает тоже такая штука. Здесь некая центральная сеть, в которой есть данные в максимальном разрешении. Значит, мы можем штабировать вверх либо вниз. А как делать картинку? Скейл вниз, вверх. Это опять же с потерями все происходит так, что с картинкой. То есть, если вы картинку отскейлите вниз, потом вверх, потом вниз, потом вверх, каждый раз сохраните, у вас получится каши. Ну, вот в данных получается то же самое. А они не попадают по сетке из-за проекций или из-за чего? Ну, нет. Проекций мы сегодня не будем разговаривать. Это очень много. Следующий вопрос. Ага. Можно сказать, чат с улицы. для себя не очень общих тем. Поэтому вот такой технический у меня вопрос может быть. Не совсем про сетки. Вот. И я хотел спросить, на таймпаде название было то есть, Горы Шрёвингера таблетки тестирования. Ну, таблетки тестирования, в общем. Ну, я не... Как бы... Это было довольно мало. Ну, ладно. Можем-то пояснить про тестирование. Да. В общем-то, как минимум... Здесь мы сейчас рассматриваем... Вообще, в общем-то, вот тут есть рассказ, который был, не знаю, не знаю... Нет, сначала сначала. Вот. В общем-то, он сейчас глупо как раз про проект. Потому что, вы имея текущую среду, вы можете расценить ее, у вас есть какие-то метрики по каждой среде. Когда... Ну... Что такое по тестированию, в принципе, да, собственно, это когда вы, например, в разработке, например, с веб-сайтов, когда вы можете разным группам разделить какие-то решения и послать, что вы будете смотреть красный квадратик, кого вы будете зеленый квадратик, кого вы будете там зелёк квадратик смотреть. Потом говорите, а кто такой квадратик, все, не знаю, дожимался. Вот. А с Горы Шрёвингером мы так сделать не можем, потому что у нас мы не можем в реальности один дать зеленый, в одном месте. Вот. Было, конечно, классно, но это не получается. Поэтому, то, что мы можем сделать, это каким-то образом виртуализировать этот процесс. Попробовать это. А как мы можем пробовать? Для того, чтобы пробовать, мы как раз должны, как раз, имея возможность, взяв городское пространство целиком, например, город, мы можем подценить, дать метрику на каждую пространство переменную ячейку и искать, например, места, которые, условно говоря, похожи на то, что уже было сделано. То есть, как работает в маршруте таковой, он ищет похожести, соединяет или маркирует между собой, и у вас получается некое разрешение, которое может уже оценить, что появляются индексы, условно говоря. Если мы поменяли это место на... мы описываем место в каких-то индексах. например, условно говоря, у нас будет определенные индексы для стадиона, определенные индексы для элитного офиса и определенные индексы для жилого квартала. А эти индексы добавляются внутрь, то есть, поменяются в нашей матрице и дальше уже смотрятся на то, как это должно повлиять, как обычно это влияет на вот эти изменения, влияет на то, что уже было. А дальше, как это происходит, процессы, процессы, волшебного включения, который, естественно, о нем можно много-много говорить, но это вещь, которая связана с тем, что дальше это с основой работой как это делать. И плюс, когда мы говорим про автотестирование, на самом деле важно понимать, что есть два типа автотестирования. Есть автотестирование, когда мы разделяем потребительские группы на два решения, а есть просто, когда мы выкатываем сначала решение А, а мы выкатываем решение Б и смотрим, метки потребления этого решения. Соответственно, подход именно тот, про который мы рассказывали при, как мы называем, поддерживающем проектирование, гибкий планирование, это подход, в котором мы как раз можем, на самом деле не принимая окончательное решение о том, как пространство должно функционировать, к примеру, мы можем в соответствии в течение месяца один тип пространства, в течение другого месяца другой тип пространства. То есть, к примеру, построив парк, можно сначала разместить сосисочную, а потом чебуречную, и посмотреть, сколько людей будет в парке в одном случае и в другом. Проанализировав эти решения, мы можем принять стратегию, что теперь пара в парке, будут одни сосисочные. Это работает таким образом. То есть, мы больше не относимся к пространству, которое мы проектируем, как к некой фиксированной функции. да, что вот мы спроектировали какую-то зону отдыха и алиграции, давайте она будет связана в новых алиграциях. Нет, мы можем постепенно сконвертировать какую-то часть ее в коммерческую зону, потом обратно и так далее. И нам кажется, что это как бы со временем проектированное так. То есть, когда мы рассматриваем некую вариативную модель того, как объект, который мы проектируем, может изменяться. И, условно говоря, в каждый момент времени у нас есть всегда некие повороты в нашем проекте, которые мы можем уйти. И чтобы максимизировать эффект, который, опять же, мы убираем на старте. Еще вопросы? Да. Давай. Я тоже по этому вопросу. И еще два. Да, просто я правильно понимаю, что у меня было применение Литонем на практике, насколько максимально сложное решение по изменению Дирота разрешает вам это применить. То есть, как бы поменять Лайвер, это просто недолго. И скрытали здесь, по большей, по большей цене, это вообще секундное дело. А как перепланирование стены и еще чего? Ну, на самом деле это нет. Важная вопрос. Сейчас разберу Владимир, какие-то решения могут быть интервенции. На самом деле, естественно, когда мы говорим о проекте HitRoll, где вы не можете перепланировать целую зону за миллиардов чего-нибудь, а потом сказать, давайте ее на следующий месяц перепланировать. здесь такое не бывает, но это возможность иметь систему с обратной связью. Когда мы знаем, почему мы приняли, по какой причине, какие были метоки введены, и каким образом мы считали решение, потом мы его вводим, посмотрим, ага, мы немножко ошиблись, или сильно ошиблись. и можем в любом случае построить, но у нас, когда мы ввели решение, у нас, на самом деле, все изменилось, в смысле, как мы же его ввели, соответственно, изменились, изменились, использовали пространство, изменились, изменились, изменились все профили, не только этой зоны, но еще и окружающей зоны, например, хитровой, изменились, то есть, собственно, это не то, что будет введено завтра и даже через год, это очень долгосрочное решение, но на каждом этапе этого внедрения вы можете смотреть, мы думали, будет так, потому что мы так посчитали, оказывается, ну и мы сейчас считаем, да, на секунду, мы считаем, мы снова проверили эти метрики, проверяем эти метрики, смотрим, что они начали отличаться, не дали про того эффекта, какого есть, возможно, еще есть смысл, еще есть возможность какого-то маневра, потому что еще, например, еще не едины все, например, как сейчас делаются в больших небольших деловательских проектов, у тебя есть некий этап у нас введения объектов, функций, и на этих этапах вы всегда можете немножко попровернуть этапы, а когда все этапы были выведены, вы сразу посмотрели, и вдруг вас осенило, когда вы смотрите на данные, что оказывается, а вот еще можно все это сделать, и вы полностью добавите еще все. естественно, здесь нету такого простого ответа, как это делается, но вопрос важный заключается в том, что, в принципе, когда мы даем городу возможность иметь, не знаю, клиентам, оценивать свои решения, и то, как они были введены, и то, как они были введены, и то, что они были введены, то вы всегда сможете этот прогресс оценить, и иметь возможность что-то изменить ваше понимание того, что таком нужно изменять все истории. И если говорить про какие-то уже готовые проекты, которые мы делали, к сожалению, у нас не было такого длинного опыта поддержки истории информационной аналитикой, но я надеюсь, что если их все-таки реновируют, и какой-то из проектов, который вы сделали, убедит, то у нас будет такой шанс. Но в целом реновация это, наверное, одна из самых крупных инструментов, которые мы делали в городе, потому что большую территорию пытаешься, во-первых, функционально перепрофилировать, во-вторых, участвуешь на прямую в формировании новой жесткой застройки. А также мы занимались неким перепрофилированием территории на улице Миркома в Майами, которую хотели сделать очередной улицу Молов. Но благодаря вашему исследованию мы выявили, что это должна быть какая-то зона публичного досуга и общения. Также как комьюнити-центр мы профилировали лендерский центр информативных искусств, вокруг которого он тоже шел в девелопмент, и центр плохо посещался. Соответственно, мы пытаемся понять, чем этот центр является, и решение можно предпринять для того, чтобы он посещался, и территория с этим боевым эффектом становилась гораздо более значимой. мне кажется, это такие основные проекты, которые я помню. У нас есть фонные заболевания у нас есть критерия у нас параллельные идут цепаранды и физические оправки. Пока не имеем возможности, теперь это сделано, если что-то не условно говоря, не разрешение, в общем, сам по себе идея того, что давайте делать некую обратную связь для города это идея не новая. Вопрос не этого самого успеха, а то, что теперь мы не можем делать, если уже реализовывать в реальности. Есть просто имя, если смотреть на это научно, то понятно, что с 80-х годов или даже раньше мы пытались считать городское пространство. Но, что нам кажется важным тех систем кумулирования, к которым мы пришли, это то, что мы перестали смотреть на город, на эти слепки результатов активности чего-либо. И это, на самом деле, огромный фазовый переход с точки зрения упрощения моделирования. И нам кажется, что, собственно, из-за счет этого мы не можем на этот вещества не можем понять, что это не